733 атаки, 727 обороны и 1336 здоровья. Один из сбалансированных героев Атлантиды по статам с медленной маной. Навык наносит 150% урона массово, за одним исключением. Чем больше мана будет у врага, тем сильнее будет урон ульты. Вплоть до 270%. Накладывает на себя баф воскрешения. Баф длится 5 ходов и если герой умирает под этим бафом, то воскрешается на следующем ходу с 32% здоровья. С той маной, что была при смерти. Также после смерти снимает с себя все негативные эффекты. Герой сложен, уникален и интересен, поэтому не буду томить и сразу переходим к обзору. Начну с обороны, ибо тут все довольно просто и очевидно. Атомас не станет лучшим решением в вашей обороне. По одной простой причине. А точнее нет, даже по двум. Во-первых, у него медленная мана, а во-вторых, его баф, даже если он дожил до него, спокойно диспелится. Да, герой безусловно бьет красиво. Пожалуй, его ульта одна из самых красивых в игре. Однако, тем не менее, от его ульты нет толку, потому что она сложная в использовании. То, о чем мы говорили в самом начале в виде разницы силы урона, 150 и 270%, это лишь начало сложностей. Есть еще много факторов, о которых мы, конечно же, поговорим дальше. А сейчас, пока твое мировоззрение не поменялось, предлагаю попробовать свои силы в Альянсе Фаталисты. Если ты активен, твоя сила 3 800 или выше и есть 6 команд для войны. Испокон веков фаталистами были люди, убежденные в неизбежности каких-либо событий. Ты можешь стать частью этого, вбив в поиски названия Альянса. По классу герой, как обычно, имеет два пути развития. Либо уклон по атаке, либо уклон в защиту. В первом случае, выбор атаки лучше делать, когда вы уже освоились, играя за Атомаса. Ведь герой не прост в управлении. Тем самым, вы достигнете того самого пика по урону ультой. А второй вариант создан для его большей живучести. И возможно, ультануть хоть разок. В Варварах полно героев, кто достойный блем по классу. Однако, я не считаю его хорошим вариантом. Я бы дал ему максимум плюс 8 до первого перка, который улучшает атаку в процентах. Но решать, как обычно вам, в каком стиле и где вы его будете использовать. Ведь, чтобы играть за него в атаке, нужно соблюдать некоторые условия. О которых мы сейчас и поговорим. С чего стоит начать? С того, что ультой не стоит разбрасываться, как только появилась возможность. Ведь чем больше врагов маны, тем больше будет урон. Если у врагов будет условно по половине маны, то и удар будет по каждому 210 процентов. Что сигнализирует нам о том, что этот урон будет даже меньше, чем у Хоргала. Только Хоргал, добавок к этому, накинет срез атаки. Но это все условности, и постигаются они именно после многих битв за героя. Следующий момент, который немаловажен. Этот герой довольно привередлив к подбору команды. И в идеале, чтобы раскрыть его полный потенциал, вам понадобится всего лишь... Эвелина Уилбер. Да, всего лишь. Ну и герой, который поможет дожить этим трем главным действующим лицам в вашей команде. Такой, как, к примеру, Клык на эмблемах. Суть подбора в том, чтобы нанести массовый срез брони всем на поле. А затем трем из них снять распределение, которое накладывает Уилбер. Одновременно с этим срезать еще броню и против зелени. И вот под этими срезами урон с ульты Атомаса под действием усилений Клыка может быть от 400 вплоть до 7 или 8 сотен. Все зависит от именно того момента, в который вы ультанете. И желательно подобрать этот момент, когда враги будут почти заряжены по мане. Но и не забываем, что сняв распределение Уилбера, мы получаем двух героев, на которых остается данный эффект. Что ничуть не мешает урону влететь, как нужно. Дико, точно и фатально. Вы можете сказать, но с такими условиями любой массовик будет хорош. И вы будете абсолютно правы. Так оно и есть. И даже Хоргл с такими условиями не выглядит уже дном. Однако вы должны понимать, что Атомас все-таки уникальный герой тем, что может стать после смерти. И в редких, конечно, случаях, но это может повернуть удачу к вам лицом. А не жопой. Тем не менее, я считаю, что уникальный герой должен быть уникальным и выделяться на фоне остальных в своем цвете. Хотя бы чем-то. К сожалению, я не считаю, что Атомас может этим похвастать. Мало того, что герой зависит от других и сам по себе довольно сырой, так еще и ульта загоняет в рамки, ограничивая наши с вами условия по его активации. На Титане же его навык почти так же бесполезен в связи с его медленной маной и полным отсутствием логики в отношении того, брать героя с собой или нет. С одной стороны, статус балансированный, он проживет и может воскреснуть. С другой стороны, а нахрен он нужен на Титане, когда есть куча героев, включая четверок, которые делают полезный баф, диспелл или условную защиту от ульты. Короче, подходим к оценкам. Налеты 7 из 10, оборона 5 из 10, титан 6 из 10, сложность управления 4 из 5. Слишком сильно нас загоняют в рамки этим героям. Герой вышел довольно средним и я не устаю говорить, что уникальный герой должен выделяться на фоне как минимум регулярных. Будь у него средняя мана, он был бы в полном порядке. Однако медленная мана вгоняет героев в тот список героев, которые мало чем выделяются. Становится обидно за таких нераскрытых героев и их уникальности, которую им присудили разработчики. Кстати, ставь лайк видео, если хочешь, чтобы я выпустил видео с подобными героями. Кто из героев был обижен при рождении? Думаю, многим было бы интересно узнать, какие герои входят в этот список. Пиши коммент, что думаешь о героя, подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие видосы. Про активацию колокольчик тоже не забывай. Если обзор был полезен, не забудь поделиться им с друзьями. Увидимся совсем скоро на обзоре Миссандры. Дальше интереснее, всем пока!